1. Осуждение древней и современной черной магии и вызывание мертвых, называемых также гипнотическим внушением, колдовством или волшебством. 1. Иоанна. Дорогие дети, пусть никто не обманывает вас, кто постоянно поступает добродетельно, добродетелен, как добродетелен Христос. Ответ на чтение 1. Петра. 2. А потому смиритесь под всемогущей рукой Божией, чтобы Он возвысил вас в должное время. 3. Несите к Нему все заботы свои, ибо Он печется о вас. 4. Будьте благоразумны, будьте бдительны. Враг ваш, дьявол, подобно льву рычащему, рыщет вокруг, ища кого бы пожрать. 5. Противьтесь Ему, будьте тверды в вере, ибо вы знаете, что через такие же страдания проходят ваши братья и сестры по всему миру. 6. Но Бог, источник всей благости, призвавший вас разделить с Ним вечную славу во Христе, после того, как вы пострадали короткое время, Сам укрепит вас и восстановит вашу силу и стойкость. 7. Сила Его извечна. Аминь. 7. Урок проповедь из Библии. Второй акт Иссалонейца. 8. Пусть никто не обманет вас. Я говорю это потому, что день пришествия Господа не придет, пока не случится великое возмущение и не явится беззаконный тот, кто осужден на пребывание в аду. 9. Он выступит против всего и вознесет себя над всем, что называют Богом. 10. Войдет в храм Божий, сядет на престол и объявит, что Он Бог. 10. Второе к Тимофею. 10. Знай же, что последние дни настанут для вас трудные времена. 11. Люди будут себе любивыми, жадными, хвостливыми, заносчивыми, злоречивыми, непокорными своим родителям, недобрыми, неблагочестивыми, нелюбящими, злопамятными, клеветниками, необузданными, жестокими, ненавистниками добра, предателями, нетерпеливыми, членливыми и любящими удовольствие больше, чем Бога. 11. Они имеют вид богослужения, но отрицают его истинную силу. 12. Держись от них подальше. 13. Что же касается тебя, то ты должен продолжать делать то, чему научился и в чем убедился. 14. Ты знаешь, от кого ты узнал это, и знаешь также, что ты знал Священное Писание еще с детства. 15. Они принесли тебе мудрость, ведущую к спасению через веру в Христа Иисуса. 16. Всякий отрывок Писания, так как оно вдохновено Богом, полезен при наставлении истины и убеждении грешников, а также для того, чтобы помочь людям встать на путь истины и исправиться, чтобы человек Божий мог исполнить все, что от него требуется, и вооружен был для совершения добрых дел. 13. Третье царство. 14. В Вифиле жил один старый пророк. Сыновья его пришли и рассказали ему, что сделал в тот день Вифиле Божий человек. Они также пересказали отцу то, что он говорил царю, и спросил их отец, какой дорогой он пошел. 15. Сыновья показали ему, и сказал он сыновьям своим, оседлайте мне осла, и поехал за человеком Божиим. 16. Он нашел ее сидящим под домом и спросил, ты ли человек Божий, который пришел из Иудеи? Человек ответил, да, это я. 16. И старый пророк сказал ему, зайди со мной в дом и поешь. 17. Но Божий человек сказал, я не могу возвратиться и пойти с тобой, и не могу есть хлеба или пить у тебя воды. 18. Господь сказал мне, не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся назад дорогой, к которой пришел. 19. И сказал ему старый пророк, я так же пророк, как и ты. 20. Потом старый пророк обманул его и сказал, ангел от Господа сказал мне, верни его к себе в дом, пусть он поест хлеба и напьется воды. 21. Тогда Божий человек вернулся с ним и поел хлеба и напился воды в его доме. 22. Когда они еще сидели за столом, к старому пророку, воротившему его, было слово Господа. 23. И сказал старый пророк Божьему человеку Иудеи, Господь говорит, что ты не повиновался Слову Его и не выполнил того, что повелел тебе Господь, Бог твой. 24. Ты вернулся и ел хлеб и пил воду в том месте, о котором тебе было сказано не есть там и не пить. 25. И поэтому тело твое не будет похоронено в твоей семейной могиле. 26. Когда Божий человек закончил есть и пить, пророк, который привел его назад, оседал для него осла. 27. И отправился он своей дорогой. 28. Но встретил его на дороге лев и убил. 29. И лежало тело его брошенное на дороге, а осел и лев стояли возле него. 30. Когда пророк, воротивший его с дороги, услышал это, он сказал, 31. Это тот Божий человек, который не повиновался приказанию Господа. 31. Псалтырь 32. Помилуй, Боже мой, меня и оправдай мое противоборство с народом нечестивым. 33. Охрани от тех, кто полон клеветы и злобы. 34. Ты крепость верная моя, Боже. Пошли мне, Господи, твой свет и правду в поводыри. 35. Пусть приведут они меня к твоей святой горе, к твоей обители. 36. Когда войду, о Боже, я в алтарь, я буду петь хвалу тебе на арфе, о Господи, мой Бог. 36. Так почему, душа, ты и так уныла? Зачем сообщаешь беспокойство мне? 37. Я должен Божьей помощи дождаться, еще сумея ее, Спасителя Бога, восхвалить. 38. Итак, я узник за то, что принадлежу Господу. 39. Призываю вас жить так, чтобы быть достойными зова, который достиг вас. 40. Проявляйте смирение и доброту ежедневно, а также терпение и относитесь друг к другу с любовью. 41. Стремитесь сохранить единство Духа через мир, который связывает вас. 41. До тех пор, пока мы все не придем к единству в вере и в познании Сына Божьего и не станем зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же совершенства, что и Он. 42. Чтоб перестали мы быть младенцами, которых волны швыряют из стороны в сторону и ветер всякого нового учения уносит с собой, а также людской обман и мошенничество, способствующие к козням. 42. Давайте будем возглашать истину с любовью и мужать, чтобы стать подобными Ему во всех отношениях. 43. Христос – глава. 44. И, наконец, скажу, укрепитесь, веря в Бога и великую силу Его, облачитесь в доспехи Божьи, чтобы противостоять всем проискам дьявольским. 45. Ибо мы боремся не против плоти и крови человеческой, а против правителей, против властей, против вселенских сил этого темного века и духовных сил зла в небесах. 46. А посему облачитесь в полные доспехи Божьи, чтобы противостоять, когда настанет черный день, и выстоять, сделав все возможное. 47. Стойте же твердо, перепоясавшись истиной. Пусть праведность ваша будет вашей кольчугой. 48. Пусть готовность ваша проповедовать благую весть о мире станет обувью на ваших ногах. 49. В дополнение к этому, оснаститесь верой, как щитом, с помощью которого вы сможете загасить все огненные стрелы, выпущенные лукавым. 50. Спасением пользуйтесь, словно шлемом, и взмахните мечом Духа Святого, посланием Божиим, и в каждой молитве просите, что нужно вам. 51. Молитесь при всяком случае Духом Святым. 51. Из книги «Наука и здоровье» с ключом к священному писанию учебника-целителя, написанного известной целительницей Мэри Беккер Эдди. 52. Первые исследования О месмеризме, или животном магнетизме, впервые стало известно от месмера в Германии в 1775 году. 53. Согласно американской энциклопедии, он рассматривал эту так называемую силу, пользуясь которой, по его словам, один живой организм может воздействовать на другую для облегчения болезни. 54. Вот его предположение. 55. Между небесными телами, землей и одушевленными предметами существует взаимное влияние. 56. Животные тела восприимчивы к влиянию этой силы, передающейся посредством нервов. 57. Личные выводы 58. Автор лично наблюдала действия животного магнетизма, то есть гипнотизма, и пришла к убеждению, что он не является целительным фактором, и что его действия как на тех, кто его применяет, так и на их пациентов, которые не сопротивляются этому воздействию, ведет к моральной и к физической смерти. 58. Если и кажется, что животный магнетизм облегчает или излечивает болезнь, то это впечатление обманчиво, потому что заблуждение не может устранить последствий заблуждения. 59. Плохое самочувствие под влиянием заблуждения предпочтительнее хорошего. 60. Воздействие животного магнетизма, в последнее время называемого гипнотизмом, всегда является ничем иным, как следствием иллюзии. 61. Любая якобы полученная от него польза зависит от степени веры пациента в эзотерическую магию. 62. Всего лишь отрицание. 63. У плотского гипноза нет научной основы, ибо Бог управляет всем, что реально, гармонично и вечно, а его сила не плотская и не человеческая. 64. Так как в основе гипноза лежит верование плотского характера, то в науке плотской гипноз или месмеризм всего лишь фикция, не обладающая ни умом, ни силой, ни реальностью. 65. В определенном смысле она является нереальной концепцией так называемого смертного ума. 66. Скрытые действующие силы. 67. Мягкие формы животного магнетизма исчезают и проявляется его агрессивный характер. 68. Преступные станки, скрытые в мрачных тайниках смертной мысли, с каждым часом ткут все более сложные и тонкие сети. 69. Современные методы животного магнетизма настолько скрыты, что они завлекают наш век в западню беспечности и создают именно ту апатию, которую и желает преступник. 69. Духовное пробуждение. 70. Убаюканный одурманивающими иллюзиями, мир спит в колыбели младенчества и растворачивает свое время на сновидениями. 71. Материальные чувства не раскрывают фактов существования, но духовное чувство возносит человеческое сознание к вечной истине. 72. Человечество медленно прогрессирует от греховного чувства к духовному пониманию. 73. Нежелание постигать все правильно сковывает христианство цепями. 73. Мысленный деспотизм. 74. Человечество должно познать, что зло, дьявол, не является силой. 75. Его так называемый деспотизм – это всего лишь состояние бессилия. 76. Христианская наука лишает царства зла его власти и прежде всего способствует росту любви и добродетели в семьях, 76. Апостол Павел говорит об олицетворении зла, как о Боге века сего, и дальше определяет его как нечестность и хитрость. 76. Передача мысли. 77. В действительности не существует смертного ума и, следовательно, не существует передачи смертной мысли и силы воли. 77. Жизнь и человек происходят от Бога. 78. В христианской науке человек не может причинять вред, так как научные мысли – это истинные мысли, идущие от Бога к человеку. 79. Когда и христианская наука, и животный магнетизм, то есть гипноз плоти будут поняты, а это произойдет в недалеком будущем, 80. Люди узнают, почему волки в овещей шкуре так несправедливо преследовали и клеветали на автора этой книги. 80. Освобожденный злодей. 81. Тот, кто подобно избежавшему преступнику, пользуется своей высокоразвитой ментальной силой, чтобы, как только представится случай, совершать новое злодеяние, тот никогда не будет в безопасности. 82. Бог арестует его. Божественное правосудие наденет наручники на него. 83. Его грехи станут гирей на шею, влекущие его в бездной позора и смерти. 84. Усугубление заблуждения предвещает его гибель и подтверждает древние изречения. 85. Кого боги хотят погубить, они сперва лишают разума. 86. Пусть истина раскрывает и уничтожает заблуждение собственным божьим путем, и пусть человеческое правосудие следует примеру божественного. 87. Грех сполна понесет свои наказания и за то, чем он является на самом деле, и за то, что он творит. 88. Справедливость помечает грешника и учит смертных не избегать божьих путеводных ориентиров. 89. Справедливость отправляет ложь в собственный адский огонь. 90. Зависть за то, что ложь, чтобы преуспеть, нарушает божьи заповеди. 90. Но даже самый темный час предшествует рассвету. 91. Арена борьбы. 91. И сейчас этот материальный мир становится ареной для противоборствующих сил. 91. На одной стороне будут разлады и смятения, на другой будет наука, мир и покой. 91. Распад материальных верований может казаться голодом и мором, нуждой и бедствиями, грехом, болезнью и смертью, 91. Принимающими все новые формы, пока не обнаружится их небытие. 91. Эти нарушения нормального порядка вещей будут продолжаться, пока не наступит конец заблуждения, когда весь разлад будет поглощен духовной истиной. 92. Смертное заблуждение исчезнет в моральной химикализации. 93. Это брожение мысли уже началось и будет продолжаться до тех пор, пока все ошибочные верования не уступят местопониманию. 93. Верование может изменяться, но духовное понимание неизменно. 94. Слава Царства Божьего! 95. По мере того, как приближается это совершенство, тот, кто избрал свой путь согласно божественной науке, претерпит до конца. 95. С ослаблением материалистического знания духовное понимание будет расти, все реальное будет постигаться ментально, а не материально. 96. Во время этого последнего столкновения порочные умы будут стараться найти средства, чтобы совершить как можно больше зла. 96. Но те, кто распознали христианскую науку, обуздают преступность. 97. Они помогут изгнать заблуждение. 97. Они поддержат закон и порядок и будут радостно ожидать неизбежного окончательного совершенства. 98. Самые передовые и широкие взгляды навлекают на себя больше всего клеветы, потому что они срывают покров с заблуждения. 99. Провозглашение правды требует мужества, потому что чем громче голос истины, тем громче становится крик заблуждения. 99. Пока его неразборчивый глаз навсегда не смолкнет в забвении. 99. Аминь. 99. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. 99. Для этого нажмите на кнопку «Подписаться» под этим видео. 99. После того, как вы нажали «Подписаться», нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на электронную почту. 99. Выберите «Получать все уведомления» и нажмите кнопку «Сохранить». 99. Спасибо за поддержку.